друзья приветствую евгений из липецка прислал посылку значит евгений из липецка у нас евген 48 широко известный на ойл клубе пользователь так значит первую часть посылки я уже показывал бы это был зиг сейчас проверю масло и соил 79016 никогда 16 16 вязкость я не проверял но интересно это первый образец описание значит условия эксплуатации автомобиль сами баночки так это зиг свежая отработка евгений написал что они из одной канистры вот значит тест по зику уже на ойл клубе есть лабораторные сравнения можете зайти ознакомиться так ну давайте повторю для тех кто может быть первый раз зашел по погрешностям лаборатории значит существует несколько американских методик определения в лаборатории кислотного и щелочного кислотной определяется по а ст м а ст м это гост по-американски d664 значит выполняется тетрованием раствором гидрооксида калия а тбм щелочное значит есть гост d4739 с использованием соляной кислоты для определения щелочного в отработки и гост производителя d2896 с использованием перхлорной кислоты для свежих в основном масел значит почему повторюсь почему разные гост и потому что в свежем масле кислоты отличаются от того что образуется в результате окисления в в двигателе поэтому разные кислоты разные соединения поэтому и значит используются разные кислоты некорректно гостом для нового масла проверять отработку хотя некоторые лаборатории этим грешат далее какая погрешность значит вот есть воспроизводимость формула есть повторяемость для данного метода повторяемость это то что делает одна и та же лаборатория один и тот же грубо говоря человек на одном и том же оборудовании но может почитать то есть два раза подряд сделали погрешность вот такая значит суммарная 8 процентов погрешность два раза подряд повторяемость это один и тот же образец из разных лабораторий по одной и той же методики здесь суммарная погрешность обращаю суммарная погрешность достигает 90 процентов то есть для 10 это 9 единиц для пяти это четыре с половиной единицы а тут я тут смотрел таркон комментировал эту ситуацию ему понятно и неприятно значит вот о чем я писал ему это неприятно было конечно такая большая разница но обращаю внимание здесь важна суммарная погрешность 90 процентов 10 вместо 10 поставьте 5 и будет здесь при 10 будет погрешность 9 значит по воспроизводимости из разных лабораторий при пяти будет погрешность четыре с половиной вот подтверждение этих слов значит сейчас приведу комментарий лаборатории самые распространенные на клубе это у рц ты и д т и и д короче сложно сложно значит вот посмотрите сами они суппорт поддержка этой лаборатории комментировали год эта формула ну вот видите да там какая погрешность то есть это не я придумал с интеркон там писал что я подстраховался типа вот такой вставочка нет даниил не подстраховался я это глупо и по-детски страховаться просто для того чтобы люди понимали о чем речь значит ну давайте приступим проверки отработки повторяюсь это и соил seven red номер 9016 первым делом естественно ранее созданную баллонку я обновлю на ней спектр данным маслом чтобы получилось кислотное посмотрим что намерит щелочной ну и как бы по противоизносным значит присадкам уровень их так вот такая спектрограмма вот сейчас увеличу практически не видно здесь никаких пиков да ну так и есть где-то 8 сотых наверно полтора процентов каких-то эстеров там добавлено для усиления пленочки и в качестве экологии чтобы сократить фосфор цинк по в свете таких свежих экологических тенденций выбираю данное масло сейчас выбираю пункты по которым будет она анализироваться лимиты здесь ну и посмотреть что намерил прибор значит уровень противоизносных присадок относительно кастрола 0.30 здесь 73 процента до подниже ну такой сниженный уровень ну ничего удивительного это спи и 16 вязкость 0.16 выставляю этот уровень как сто процентов но здесь гликоль гликоль в данном случае может говорить а значит опять не некоторых там пакетах присадочных составе присадок я читал может присутствует не сам кликоля какие-то соединения не знаю так значит подправляю ну и самое главное посмотрите кислотное число 143 приборная мерил очень похоже такую значит жиденький пакет поэтому кислотное небольшое и значит щелочное 68 до сам значит и соил заявляет там по-моему 7 и 2 но здесь учитывая что разница гостов то есть это нормальная ситуация абсолютно так это даже я не трогаю ну и давайте приступим сразу к отработке это хендай крета семнадцатого года наверно пользователи постоянные oil club знают эту машину евгения так 36 объем масла пробег общий 122 почти 1000 километров 8530 километров на масле 300 моточасов средняя скорость 28 километров в час расход 8 и 4 использовалась с октября по март 22 мы топлива лукойл раз нефть газпром нефть 95 прибор сейчас проверил чистоту окон измерил фон необходимые такие калибровки автоматически эта часть только калибровок существует для проверки проверочная жидкость специально для проверки спектра так ну и смотрите что намерил прибор противоизносных присадок сто четыре процента ну нормально видно что попадает топлива с топливом противоизносные попадают их и так пакет маленьких так что небольшого количества достаточно чтобы превысил превышен был уровень по гликолю нет значит смотрите растет нейтрование 35 прилично так растет сажи нормально три сотых в общем то такой средний уровень ну даже даже низкий наверно да для 300 моточасов растет также в два раза практически вырос значит кислотная ну и видели провалилась уже можно сказать щелочное она и так слабенькая была но 2 и 3 щелочное сейчас покажу вам сравнение вязкости интересно да будет потому что на 16 вязкость еще проще разжижить давайте посмотрим средняя скорость говорит о том что это смешанный режим до 28 это слишком быстро для города ну и слишком медленно для трассы до видим но тоже бы сказал так в районе 40 процентов разжижения 40 процентов это вот максимальная от риски стоп до риски максимального разжижения вот это расстояние оцениваю в процентовке чтобы было понятно да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео и давайте посмотрим по данным показателям какие значения получились значит по моющим нейтрализующим свойствам 270 моточасов по ней трава не 314 ну и вязкость 1100 вязкость можно даже не обращать внимание с вязкостью нормально хотя для такой достаточно высокой может быть и много разжижен и в общем-то для 16 масла и спи отработала совсем неплохо на мой взгляд вот посмотрим сравним с лабораторией что там лаборатория намерила по кислотному щелочному будет интересно многим из вас мне самому интересно вот значит такой получился тест такое масло благодарю еще раз евгения за предоставленные образцы все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока